доброе утро всем то у нас сейчас на фейсбуке еще раз добрый утро всем я решил делать эти коротенькие видео которые будут как бы путевыми заметками для того потом можно было из них смонтировать видео в дальнейшем это будет просто такие как записки чтобы писать все это от руки я буду наговаривать и потом это уже будет материалом для дальнейшей работы над отчетом и так вчера сборная израиля вылетела из аэропорта бенгурион вы не задержался на 1 час как объяснили нам представители авиакомпании за того что кто-то из пассажиров где-то застрял в юти фри и его ждали и пока его ждали пропустили так называно окно вылета которое должно было бы 12-55 и так у нас и каждому самолету дается окошко там не за сколько минут но как бы нерам не очень большое это окно все пропустил ты должен теперь стоять и ждать короче вылетел с опозданием на час мы соответственно прилетели с опозданием вылет был совершенно нормальный не было никаких эксцессов все-таки замечательно багажом всеми остальными делами с проверками правда ребята братья лисына говорят что их чемоданы вскрывали но это похоже потому что там не было очень много карпового оборудования она вызвала подозрение у службы безопасности но в итоге я так думаю ничего не пропало все нормально вот так же все прошло замечательно с получением машин буквально под течение 10 минут оформили документы получили два минивэна один форда 1 toyota единственная была проблема в том что и в форде и в тойоте невозможно было сложить сиденье и поэтому было несколько проблематично запихиваться с тубусами всем остальным но в итоге все утряслось я убедился что думаю на обратном пути там будет еще большая проблема потому что потому что тут еще огромная часть вещей хранится в гараже месте где мы сейчас находимся в нашем доме и соответственно их тоже придется как-то собой забирать в общем будем как-то проблем решать а дальше в принципе гладкий 2-1 прилетают чуть позже он тоже берет машину в прокат station думаю что как-то у контра купимся вот на сейчас я просто хочу быстренько покажать место где расположилась сборная это дом он находится на расстоянии по моему 13 минут еды на машине до водоема то есть совсем рядом город это пошла в маленький город ты недалеко вчера когда мы прилетели мы успели раскачать в гипермаркет купить продуктов и соответственно вечером смогли нормально перекусить заодно отметить день рождения антона хохлова я его поздравляю у нас этот выезд он как бы уникален тем что у нас три мимика вот антон потом у нас входит олег прямов тренер наш и миша уливки то есть мы будем праздновать день рождения на протяжении этого чем вот ну и сейчас вам покажу наш домик где мы живем и как и все как и все налажено так где у нас в этой фигне а нашел и так это а Теперь у меня должно быть лучше слышно, потому что я отключил блютуз. Скажите, насчет звука слышно меня или нет. Дальше я буду работать с микрофоном выносным. Давайте еще раз, у меня хоть звук какой-то идет, напишите, пожалуйста. Такой вот домина, там есть камин в доме. Ну, я понимаю, что видео идет с задержкой, поэтому придется подождать, пока кто-то отреагирует на мой вопрос о звуке. Окей, спасибо, Ронен. Ну, это проблема в том, что у меня был мой стандартный блютуз, а иногда у него он глючит. Вот, это как бы передний двор, так называемый, наш дом. Спасибо, спасибо, понял, звук есть, да. Вот, там вот выходцы, там улица, дом такой, я вам скажу, не маленький. Это вот гараж, который нам предоставили хозяева этого дома для хранения нашего имущества вот с августа, когда наши ребята были здесь на тренировке. Ну, и теперь пойдем заглянем внутрь, как говорится. Вот, вчера, кстати, была веселая история. Ребята из вот этого номера зачем-то вытащили ключ из дверей, который был снаружи и захлопнули эту дверь, ну, как бы просто захлопнули дверь. А как вы видите здесь, открыть ее сосуда невозможно, она защелкивается. была проведена операция, короче, с помощью длинной палки, которую нашли в гараже и куска веревки, сделав петлю, смогли через открытое окно, но, слава богу, было приоткрыто, засунуть палку и дернуть за ручку, короче, и открыть эту дверь. Было бы весело, потому что хозяин дома, он сейчас в отпуске, и было бы очень сложно найти того, кто бы привез нам ключ. Вот, это один из апартаментов, как бы, где у нас есть, вот. Это, как бы, дом состоит из нескольких квартир, вот, и, как бы, каждая квартира, это номер считается у них, вот, номер, как бы, салон, там кухня, как вы видите, туалет, ванна и две спальни, как бы, в каждой спальне, там, вот, двух, до трех человек, то есть, очень комфортные условия, соответственно, кухня полностью оборудованная, все есть, вот, на выключенных свет. Эта комната в итоге будет использоваться, как наша общая кухня, где мы будем с этим и за таким собраться вместе. Вот. Дальше у нас есть второй этаж. Есть такое, типа, лубень, куча стаканов, куда я добавлю сейчас свой. Вот, здесь у нас еще один номер, где-то они выйдут, возможно, там кто-то спит сейчас, потому что не все поехали на озеро, не всем это нужно. Это тоже, как бы, комната, в которой полностью всего есть кухня и спальня и так далее. это вот, как бы, мои апартаменты, точнее, мои и Олега, в нашей маленькой кухне. Такой вот у нас талончик, мое рабочее место, где я пишу отчеты и обрабатываю фотографии. Ну, как бы, чистая квартира, понимаете, да? Это спальня вождя, кто с меня. Вот. Это спальня, где сейчас отдыхает, точнее, он не отдыхает, но ночью отдыхал Олег Грябов, и там будет также потом в один ваткин в этой же комнате. Вот. Ну, не, как говорится, как же без мест. Вот такая у нас джакузя. В дальнейших планах на сегодня поездка в магазин нашего венгерского друга Андреаша, который, все, можно здесь перевести на себя. Андреаш, он сын владельца магазина. Название города я не помню, потому что, понимаете, венгерские эти названия, это очень сложно. Короче, он нам помогает с заказами всех прикормок, наживок, снаряжения, оборудования. Вот. И мы поедем к нему, заберем у него все, что у него там лежит, нашего заказанного. Там Дрямов рассказывает, захлебывая слюной, какой там есть рядом небольшой базарчик, где можно купить какие-то просто невообразимые сосиски, которые просто обалденно вкусные. Вот. И все уже ходят и облизываются. Хотя изначально не предполагал, что все туда поедут, но похоже что-то поедут все. И дальше уже начнется стандартная работа по подготовке снастей. Это уже как бы, понимаете, да, это надо подготовить все. Хотя вроде как времени много, потому что сегодня только суббота, соревнования в среду. Но сани нужно готовить летом. Поэтому ребят будет чем заняться. Опять же нужно поедать и по там хозяйственным магазинам купить всякого чего нужно. Или ребятам, может кому-то бедра нужны, еще что-то. Ну, в общем-то, дальше там будет у нас еще будет о чем поговорить. У нас еще в дальнейшем нам надо будет забирать арендованное оборудование. Мы договорились, спасибо местной федерации, которая вывела нас на магазин, который, кстати, находится рядом с нашим домом, 500 метров от нас. Этот магазин в итоге, ну, за деньги, естественно, подает нам то, что нужно ребятам. То есть палатки, кровати, стулья, карповые маты. Вот. И нам надо будет это забрать. Скорее всего, как я так понял, что забирать это будем во вторник вечера. И сразу уже упаковать в машины. Именно в том порядке, как оно будет идти ребятам. Чтобы уже не заниматься. Просто перетягиваем с места на месте. Привозить сюда, вынимать, запаковывать. Нет. Сразу там его старым. И уже как бы в среду, когда будет желебилка окончательно, это все поедет в сектора. Вот. Ну, в принципе, все. Сейчас у нас больше информации никакой нет. Как я сказал, ребята сейчас на ДСЕ смотрят на водоем, ходят под дождем. Хотя вроде так дождь чуть-чуть прекратился, но по прогнозам он будет еще идти чуть ли не вплоть до вторника. Но такой вот мелкий моросящий с перерывами. Температура как для меня просто обалденная. Сейчас градусник показывал 14. Ну, не знаю. Я ощущаю, это мне как плюс 20 с чем. Ночью я пооткрывал все окна, потому что, хотя здесь печки не работают, но все равно очень жарко. Ну, как для меня. Я не привык спать, жарить. Ну, не люблю. Это тяжело. Вот. Так что следите за появлениями эфиров. Я не могу давать время и заранее прогнозировать, когда я смогу выйти, потому что все спонтанно. Все меняется на ходу. Я не знаю, что у нас вводит четко, чтобы сказать, что вот я в это время вышло смогу. Может быть, вечерние какие-то сводки, эфиры, но это уже когда соревнования начнутся, скорее всего, где-нибудь там в районе, не знаю, 10-11 часов по местному времени у вас это будет, как бы 12 ночи. Я, может быть, смогу запланировать и делать какие-то сводки. Вот. Так что всем спасибо за то, что вы смотрите. Следите. Я не буду заранее опубликовывать, что вот там какое-то время будет. Как я сказал, это невозможно сейчас. Просто буду выходить. Кто будет рядом зайдет, посмотрит. Кто не будет, потом сможет посмотреть записи. Ну, куда что не девается. Так что вот как-то вот так. Пойду я сделаю себе чашечку кофе еще одну. Ну, вот. Ну, вообще, я скажу честно, очень уютный дом. Реально очень уютный дом. И как бы с одной стороны ты вроде платишь деньги и, ну, ты получаешь то, что ты заплатил, да. Но с другой стороны все равно очень важно, когда отношение того же хозяина, этого там гостиницы или чего-то, оно тоже очень важно. А хозяин реально может классно во всем помогал. И советам, и даже там, когда у нас были вопросы просто по городу, там, где можно купить то-то. Он нам всегда писал, что ребята вот там и там. Любая помощь, короче. Пожалуйста, обращайтесь. По крайней мере, вот до нынешней минуты все, с кем мы сталкивались, реально с кем приходилось общаться, ну, не знаю, очень хорошие ребята из Венгрии. Ребята, девушки, женщины. Все очень доброжелательно к нам относятся и все стараются чем-то помочь. Советам, делам, ну, понимаете, перевод язык. Это очень важная штука, потому что венгерский язык, как многие знают, это один из самых невероятно сложных языков. И общаться с местным населением очень тяжело, потому что английский они в школах не учат. Ну, то есть, конечно, они его учат, как везде, наверное, но кто-то узнает английский, это большой вопрос. Ну, кроме вот именно тех, с кем нам надо общаться, слава богу, они знают, что английский язык. Вот. Так что, такие вот дела. Заходите на Facebook, там я же буду выставлять и фотографии когда-нибудь появляться, и какие-то небольшие тексты я буду сообщения писать. Пока, как вы понимаете, писать особо не о чем. Никаких событий, ни плохих, ни хороших не произошло. Дальше следите. Вот. И... всем большое спасибо. Обнимаю всех. И до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok